Уже не добрый цель, злой, помните, хороший плохой, хорош плохой, плохого больше. Я туда взял, подвернулась фотография нашего друга Чернобаева, я вообще сказал, я Чернобаев заттул меня за поезд, Чернобаев умыл меня, потому что у него получилось великолепно, сенсация получилась, это прививка венгерок на абрикосы. Я тогда сказал себе, давай я вот так вот, чтобы посмеялись, вот такой мужик, это просто, ну как сказать, это за счастье дружить с таким человеком. Давайте я сейчас, мы с вами уже час проговорили, я пойду на кухню, подогрею себе чай, а вы пока помарут, чтобы не так грустно было. Спасибо. 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 Я говорю, вот с этими фотографиями работаю. Твоя физиономия, извини за выражение. Твоя. Значит, твои руки, твои. дерево, дерево, это, 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 не ошибки нет? Нет. Дерево не сезает? Сезает. Значит, ты говоришь, а вот, наверное, все-таки прямое, это ты выступаешь где-нибудь на конференции и говоришь, набравшись наглости, а телегония-то существует? Не потомки после этого опыления, папа-мама, а прямые контакты с этой стороны, во, а с этой стороны это же дерево, во, это вам доказательства или нет? И тебя выгоняют с университета, и вообще говорят, как вы сюда попали, а, или как меня. Только ты эту роту открыла, а у них там под столом эта, кнопочка, если тебя позовут туда же, где проходит, как меня, международная конференция, пригласили и разоснули. То есть только ты сказал, что это реальная вещь, что это телегония, кнопку нажали и скажут, извините, у нас не работает это. Повторите, только вы начинаете повторить, не работает микрофон. Зал, ничего не слышно, микрофон выключили, я-ля-ля-ля, опять это самое, сбили с толку, третье разбили, по четвертому разу, ваше время стекло. Вот тебя, что тебя ждет, Елена Александровна, милая? Вот, но ведь это же факт, а? Это факт. Фотографии представлюсь, хоть один скажут, хочу увидеть их на следующий же вебинар. Хоть один скажут. Идем дальше. Здравствуйте, Валерий Константинович. Облепиховое масло должно быть каждой семье. Это скорая помощь при ожогах и не только. Наши дедушки и бабушки готовили разными способами. Этих способов много, а они очень своеобразные в приготовлении. Светлая память Долнатова, Серова и ИИ. Вот. Вот это вот Долнатова, Валерий Константинович. Видели? Смотрите. Вот. Вот. Я его выкрутил руки и заставил сделать статью. Вот. Мы ее назвали «Правда об облепиховом масле». Вот эта статья. Кто очень захочет, тому я вышлю. Она есть только у меня. Это все-таки садовод-любитель. Наука не заинтересовалась. А где газеты садоводческие? Вот эта газета, это, скажем так, в Сады Сибири. Я там опубликовал. Ну, где эта газета? Или мыши доедают, или на газике в туалете висят. Там, где экономят туалеты. Вот там эта газета. И только здесь вы можете прочитать. Вот. Я ее вот так вот листаю с вниманием. Еще шире. Шире. Вот так. Отключите. Скажите. Я потом прочту медленно. Будете так же включите этот же самый, как называется, этот же самый ролик. И в любом месте будете стоп, останавливать. Прочитали. 10 строчек. Стоп. Останавливать. Стоп. Останавливать. И. Вы узнаете. Очень ценную информацию от нашего друга. Вот. Его в живых нет. А вот это его помощь. Вот это вот. Эта помощь нам всем. У меня случилось случай. Очень странный. Уже давно забыл я про этот. Про этот самый. Про эту статью. Нет. Я про нее не забывал. Я знал, что она есть. Но я уже не помнил даже содержание его. Вот он. Я постепенно листаю. Видите. И вдруг однажды я просыпаюсь, а у меня связь там есть с этим самым. Я многое оттуда узнал. Я уверен, что я не мог это увидеть в саду. Потому что я не наблюдательный абсолютно. Я памяти нет абсолютно. А потом ночью всхакиваю и вот так вот. Вот так вот. А утром расшифровываешь. Откуда взялось. Вот. И так же случилось тут. А тут не так. Просыпаюсь. И последнее я запомнил. Так как медленно просыпался. Несколько десятков раз. Облепиховое масло. Облепиховое масло. Я медленно просыпаюсь. Облепиховое масло. Кто-то меня долбил. 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 И наконец проснулся. И в этот же день купил. Поехал пузырек. У меня было. Но старое. Я свежий пузырек купил. Полезное. Неполезное. Но этого случайно не могло быть. Это означает, что меня где-то там спасает от чего-то. И ещё хотел сказать следующее. Неправильно изготовленное масло становится ядом. Раз. Перебор. Сильно много. Тоже яд. То есть, и всё-таки была, насколько это было оправданно или нет, но несколько крупнейших газет медицинских, там, цитальных написали, спасайтесь облепиховым маслом от онкологии, спасайтесь. Тогда были заложены целые гектары, десятки, а если взять в страну, тысячи гектар было заложено этих облепиховых плантаций. А потом, бах, перестройка, вот, бах, колхозы остались без финансирования. Кто-то не знает, что они это были на дотациях, ну, кто не знает. И забросили это всё. А когда забросили, остались только бабушки, которые на рынках продавали вот таких в локольчиках. И что они там продавали, чёрт его знает. Короче, ещё короче, скажу так. Так, читайте, вот это вот, специально, отдельно, здесь всё написано. Вот это человек, который себя спас. Вот, поняли, да? И многих из вас спасёт. Спасибо, Валерий Александрович, спасибо, дружище. Я уверен, что ты сейчас в райском саду работаешь. Нас залить не надо. Хладинков, Долматов, вот. Ещё десяток тех, кого я называю друзьями. Они все в райском саду сейчас работают. Бездельников среди нас не было ни одного. Вот такая речь. Вот теперь я хоть немножечко свой долг перед Долматом выполнил. Вот. Вот эта статья. Надо будет. Скопирую и вам отправлю. Поняли? Так, это подвернулась фотография. Значит, мы собрали в 22-м году, был супер урожай, только одних абрикосов, то ли 500, то ли 1000 венер. До сих пор у меня банок 100 лежит. Ну, ещё год выброшу. Сейчас я жду свежий урожай. Ну, сами понимаете, зачем мне тогда будет трёхлетней давности, сами понимаете. Вот. А меня спрашивают, куда ходевайте, продайте. Я говорю, ага, сейчас. Представь себе, 100 банок выбрасываю. Освобождаю эти банки от сухих. Вот. И всё. Сначала опять нанимаю своих для девчонок. Опять им плачу. И опять с утра до вечера будут собирать. Вот. И опять будет вот это всё. А то куда вы деваете? Вот сейчас. Да-да. Есть такое понятие курица, которая золотые яйца несёт. Вот это и есть. То самое случай. Так. Учёба продолжается. Если моя болтовневая, принимается за учёбу. Так. Валерия Константинович. Спасибо большое за косточки. Участок 10 соток. Кусики, абрикосы, низкие на миновании. Вот. Слушайте, а ну-ка. Я раньше так не делал. Только, ну-ка, ну-ка. Можно мы к нему попасть? Пока ничего нет написано. Ладно. Значит, все к начале пути видели. Итак. Валерия Константиновича 10 соток. Кусики, абрикосы, королевский, мичуринский, филиппев, серафим. Уже прошло много. Валерия Константиновича 10 соток. Валерия Константиновича 10 соток. Вот это оптимисты. А я специально нажал. Видели? А у человека ничего нет. То есть он в начале пути. И таких у нас миллионы. Но сто трехлитровых база консик будет выброшено. А, видели? Я в отдельном этом. Это я на своём канале. С удовольствия по железу. А чё ж вы это? Сразу не сбросили цену. Я купила за полную цену. Вот. Почему не предупредили, что в конце апреля вы будете цену сбрасывать? Я говорю, сбросите. И все бы ждали бы вот это самое. Это самое. 25 апреля, чтобы купить за пол цены. Такого вы меня принимаете. Мне же надо кормить кучу детей. Своих, чужих. Вот. И сбросил цену. Сбросил. Но перед этим, да как я вот понятия не могу. Ну, тот пример был явный. 120 купили косточек. 100 взошло. Ну, пусть 80 дойдёт до плодоношения. 80, допустим, да. Мне дают до 40. Там половина из них мазурцев. Мазурцы давали по 10, 20, 30 ведер. А я тогда посчитал, что если 25 рублей косточка, каждая пятая не взошла. Ну, пусть получится 30 рублей косточка. Если каждая пятая не взошла. 30 рублей. За 30 рублей купить дерево, которое даст потом сотни ведер. А у меня есть такие деревья, которые давали сотни ведер. И сказать, что это дорого. А ведь ещё и всход. Вот что интересно, да. Купил, посадил, чёрт его знает, что дальше будет. Скорее всего, ничего. Но когда, раз за разом. Вебинар за вебинаром. Я показываю, рассказываю. Как она пишет? Это не я её подучил. Уже проросло много. Ну? Ну, дальше же от неё зависит. Но надо же... Я же ещё несколько роликов, чтобы уже посадили правильно. У меня есть этот самый... Канал ещё тот ходовой в WhatsApp, да. Там делится. Вот сейчас. Я не могу туда сейчас зайти. Почему? Много чужих... Много этих... Телефонов. Вот. И я не могу туда открыть. А там опять. Взошло, 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 не взошло. Взошло, 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 не взошло. Ну, соотношение где-то 10 к 1. Это же... Это же... Это же... Это же... Я... В этом году у меня праздник. Ни один человек не сказал, что у неё не взошли. А знаете, как я болезненно воспринимаю это? В те годы было, хоть двое-трое говорили. Я купил 50 костей, и она не взошла. У меня сразу сердце это... Ладно. Ну, это наши... Это те, кто вас любит. Знаете, я опять нашёл. Почему? Было продолжение. Итак. Опять поприкалываемся. Ну, я уже много чего интересного рассказал. Там груши нельзя. Ветки отрезать, вспоминаем. На холмы садить. Всё было. Давайте поприкалываемся. Теперь мы. Над нами. Итак. Я всё время думал. 150 миллионов человек, из них половина... 50, допустим, миллионов взрослых мужчин. У меня компьютер мог любую фотографию с 50 миллионов? Нет? Вряд ли. Взяли мою фотографию для чего? Наверное, потому что... Догадались. Привелькалась. Вот. Кто такой? Оказывается, я Михаил Самойлов. 64 года, да? Ну, примиркалась фотография. А сейчас самое интересное. Я купил ваши крутые деревья. Я хочу быть уверенным, что вырожаи будут... Ну, пропускаю. Деревья растут быстро. Самое главное, дешевизна фруктов. Дешевизна фруктов. Ранее приходилось покупать в магазине. Значит, когда я их высмеял. Эту подлую фирму. Внимание. Мнение садовода. Читаем. Заметьте, они не стали менять этого. Я купил ваши крутые деревья, потому что хочу быть уверенным, что рожай будет всегда. Поняли? Сейчас приезжают ноги в гости. Ну-ка. Приезжают ноги в гости. Ой, подонки. Натуральные подонки. Знать почему? Вишня, допустим. Вишня. Да, тут еще есть черешня. Это. Это. Косточку посадили. Через три месяца едите фрукты. Ведь, как нужно людей наших, девочек, мальчиков, детей задолбить до того, задурматить мозги такую программу. по биологии придумать, что они прекрасно знают, что найдутся тысячи, тысячи людей, бывших школьников, которые все проходили биологию, и все эти тысячи выложат деньги, потому что поверят, что вот внизу, за три месяца семечка. Это какая школа у нас? Я уже сколько раз говорил, ну школу-то менять надо. Я то на науку накинусь, то на эти НИИ, которые учат людей, которые получают не дипломы, а бумажки. Бери этот диплом в туалете на гвоздик, и то поздно будет, вдруг забыл туалетную бумагу. Диплом берешь вот так, помните, как раньше детей учили, берешь бумагу, чтобы потереться, ну вот так вот, раз-раз-раз-раз. Бери диплом, пожамкай, и пригодится, а то вдруг туалетную бумагу кончилась. Вот такие у нас дипломы выдают. И эти, не дипломы, я оговорился, извините, а эти самые, аттестаты зрелости. А там три, 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 может быть и пять, а по биологии три. Двойки-то не ставят. И ведь находят же, это что за школа такая? Когда мы менять-то будем, а? Опять злой следователь. Когда добрый будет. За три месяца. От семечка до плодоносения и до сбора урожая. Вот. И никого не это самое, не забыли. И внуков приплили. Ну. Вы думаете, это все? Был я сам. Теперь поменяли эту самую. Внимание. Владимир Матылев. Самая главная девчевизна фруктова. Раньше приходилось покупать магазины, теперь хватает на соседей. И он успел вырасти за три месяца. Приходилось покупать магазины, хватает на соседей. Приходилось покупать магазины, теперь хватает даже на соседей. Даже ленится поменять это. Вот придумали за них вот это вранье. И люди, подлость невероятная, обман невероятный. Чистое вранье. Ну вот бывает всякое там, допустим. Кто-то говорит, семечко посадил и сразу зацвело. Один случай на миллион. На миллион. Если брать абрикосы. А здесь за три месяца. Гибридные мини-деревья. Дома прямо. Представляете, дома будет у вас черешня расти. Дома. Лимон, ладно, домашние растения. Груша дома. Недавно опять нашел. Да сколько можно? Фотографию мы видели. Просто раз показывал. Помните? Опять она попалась. Это уже Гражданин Виноградов. Помощник мой. Который разоблачил лично сотни полнопитомников. С моими фотографиями. Вот, пожалуйста. А как украсили? Бабочек нарисовали. Сделали лейблу. Видели? Опять. А еще это... Теперь она не моя. Нет, что... Какая она моя? Вот. Со 149 рублей саженец купить. Это же круто. Это... Как-то продавали в настоящее пиво. 200 рублей бутылка. Ну, сказали, что настоящая. Бутылка. Пол-литровая бутылка пива. 200 рублей. А здесь за 149. Вот. Видели? А фотография моя. А подписали. Теперь она не моя. О, саду. Саду. А, сады Урала. О, все ясно. Это самые эти. Это нормально. Я уже привык. А вот эта вся компания. Меня приглашали на это сборище. Это называется «Все питомниководы России». Я раньше возмущался. Почему? Они принимают резолюции. Они обращаются к правительству. Они просят помощи. Вот. Они голосуют. Я не стал уже подробнее. Вот. Я просто хочу сказать. Ребят. Вот. Если вы не будете как... Извините, это грустный разговор. Помните, как в Польше, во Франции... Пока вы возьмете машину с навозом и не вывалите где-нибудь там возник администрации вашего там города, до районного центра. К лену вам кто поможет. А вот так сделать, чтобы запретить этим... С юга привозить саженцы, обреченные на смерть, и вас они разверяют. Вас. Ну как так получается-то? Ведь пока машину с навозом не вывалите где-нибудь возле горосполкома. Вот. А это сколько вас там? Человек 200. 200 машин. Не разверились бы, скинулись бы. Тогда бы только обратили внимание. А так бесполезно. Я сочувствую вам. Вам приходится продавать... Я специально же подверг это сделал. Специально. Вам приходится за бутылку паршивого пива продавать саженцы, которые габы. Это же живые люди. Это не те самые, которые я купил, продал. Это живые люди. За ними стоят семьи. За ними стоят это, самое, благополучие или наоборот нищета. Это наши люди. Я посмотрел, есть фотографии, близкий план. Это наши, настоящие люди. Но как случилось, что их всех кидают тем, что на каждый их саженец не меньше ста саженцев с этого. Я сейчас еще скажу. Разговорился. У меня уже 30 минут осталось. Но я имею право говорить. Потому что больше никому. Некому. Они проголосовали и разъехались. А я за них скажу. Сегодня по телевизору я в деревне прилег на минутку, когда грязку докопал. Значит. Показывают этот самый Узбекистан. А Узбекистан-то. А у них выращивают 300 сортов персиков. Только одного персика. 300 сортов. Показывают гигантские плантации. Говорят, все это. И дальше. Китай там упомянули. Соседние страны. Тадзикистан. Киргизстан. Нет. Мы будем отправлять все это. И показывают гигантские масштабы. У них магазины, рынки завалены. Почему они не портятся? У них есть невозможность. Тем более у себя на родине. И сейчас все это мы в Россию. Вы про это знаете, что сейчас все, что завалят. А куда завалят? Магазины плантосельских у сейчас завалены. Киви хотите, пожалуйста. Дэнни есть арбузы. Все зиму. А эти самые. Виноград всю зиму. Я не знаю, можно ли его есть. Если он посреди зимы, значит он лежит где-то полгода. Значит его специально вытравили из него все бактерии. Чтобы он не сдох, его нужно вытравить из него все бактерии. Понимаете? И тогда получается следующее. Значит четверо увеличат поставки. И как показали. И как это было преподнесено. Какая Россия счастливая будет. Ай. Какая счастливая Россия. Четверо. А не так. Узбекистан завалил нас. И вот я же вижу. Там же подписывают. Помидор оттуда. Это оттуда. Это оттуда. Вот. Прямо на этих. На этикетках. Такое счастье нас ждет. Вспомнили? Картошка с Эдипта. Картошка с Израиля. Боженьки мои. И вот это все до конца добьют. До конца. Придется опять идти в эти. Челнокири еще и в Зинай. Куда идти? Если уже казалось бы беспроигрышное дело. Нет 149 рублей сажен. Так вы умрете же с голоду. За такую цену. А больше не возьмут. Потому что рядом стоят. Мощная красивая сажен. Сыщена. Нет ребят. Пока это. Тачку навоза. Даже не тачку. Тележку навоза не выведите. Каждый перед своим горосполкомом. Районный центр. Областной центр. Ничего не будет. Вот. Это у меня наболело. Я застрадаю меньше всех. У меня черенок этот самый. Персика стоит 300 рублей. А вот это. Ну я не скажу, что расхватывает. Но на жизнь хватает. А тут за 149 это сажен. Абрикос Мичуринский. Ну это я вам показывал два дерева. Одно. Потому что оно сейчас светет. Зачем. Так. Вот. Я переживаю всегда. Знаете как. Все таки заморозок. Когда начался. Некоторые деревья уже так набухли почки. А тут минус 9. Ну пронесло. Засветает Мичуринский. И засветает его потомок. Вот. Сергей его два года пытался продать. Не продал. Я его забрал. Пересадил. На холмик. И сейчас он отдал вот такие просто. Пол метра. Таких штук 15. Я в тени показывал. И все в цвету. Я хочу сравнить. Это уже дальше идет. Даже не учеба. А мы же с вами селекционеры. Мы теперь круче. Ой. Круче рис. Смотрите. Значит. Какие даст плоды. Даст оно. Как вот было. 22 год. Мы с Еленой Александровной губу раскатали. Угощаемся. Фотографируемся. 23-ем не одного плода. Ой. А дальше как та старушка. Которая посмотрела порнофильм. И воскликнула. Жизнь прожита зря. Анекдот такой. Так вот. Я значит. Хожу вокруг него. В 23-ем году. Заморозки убили цветы. И. Говорю себе. Я как та старушка. Жизнь прожита зря. А вдруг не доживу до 24-го года. И вот он цветет. Слава тебе Господи. И цветет его потолок. Какие будут плоды на маме. Та которая. Вот это с него. В чем это средний плод. Они все были такие. Немного было там. Полсотни. Вот. Угощалась Лена Сан. Она свидетель. А. Ребенок ее. Который. Вегетативный ребенок. Который третий год пошел. И который зацвел. Уже она на новом месте. А там какие плоды будут. А они должны быть 30-граммовые. Поняли. Интересно. Мне интересно. То есть. Значит. Жизнь еще не прожита зря. Раз я дожил до цветения. Так. Это. Это Прибалтика. Это мои груши. 500-граммовые. Это здесь плохо видно. Они огромные. Ветка грушевая. Скелетная ветка. На Ярдане. Пробуйте. Никому не заказано. Еще раз. Меня выброшу. Я наверное с полтысячи членков. Да. Цену сбросил до 100 рублей. Штука. Я цены сбросил. Вот. Но до нуля не могу. Извините. Это. Вот. Все равно выбрасывать. Продать. Бесплатно. Продайте бесплатно. Вот так я не могу. Сильно калечу деревья и кожа. 100 рублей ветка. Вот она у меня покупала эту ветку за 200. Прошло 2 года. Вот она наелась груши. А почему я именно этот снег выбрал? Груши на яблони. Ее накормила. Груши. Еще раз. На черноплодной рябине. На красноплодной рябине. На боярышнике. На эрге. Невкусная. Если приживется. Пару лет умирает. И ничего. Это дальние родственники. Яблони. Ближние родственники. Вот она. Видите? Значит. У меня больше всего был запас груш в этом году. А я там. Ну, ну, допустим. Срежу 100 таких, 100 таких, 100 таких, 100 таких. Чуть-чуть продам еще свежих. 100 таких, 100 таких. А почему груш больше, чем всего в основном, если взятого? А двоев у вас нет. Ну, а дальше ничего я намекаю. Есть яблони. Представляете на яблони. Наелась дама груш. Вот. Это моя фотография. Это моя ученица. Вот. Она даже ролик прислала. Эта фотография сделана с экрана. Поняли, да? Ничего я намекаю. Вот. Абрикос. Я вам показывал венгерку на абрикосе. Можете абрикос на венгерку. Какая? Какая разница? Кто сверху, кто снизу. Вы же догадываетесь, что это. Про бабушку и порнофильм. Какая разница? Абрикос на сливе на венгерке. Или слива на венгерке на абрикосе. Ну, какая? Есть терн на терн. Этот же абрикос и эту же сливу, которую я выброшу, на терн, на лычу, на... на... Ну, я боюсь говорить про это. А то я только сейчас отругал. Песчаную вишню без север. Натерн, на лычу. Ну, есть еще чернослива. Нет, и так не чернослива. Слива вишни... Да, нет. Слива вишни, вишни, слива есть и такие. Идем дальше. Вот эту фотографию мне прислали. Немножечко надо вернуться еще к теме прививок. Человек сделал прививку, на мой взгляд, высоко. Вот. И я вам рассказывал, что такое соподчинение почек. Я открыл закон соподчинения почек. Вернее, я его придумал. Вот. Помните, я говорил, если, допустим, высоко получилось, допустим, это ниже было 8 почек. А это будет 3 почка снизу. А это 8 почка. И тогда начнет обгонять. Хорошо бы, когда 8 почка привоя была привита на 7 почку подвое. Ну, что не понять-то? Все понятно. Перевожу на нормальный язык. Все хотите, проще. Вот. Это я сказал для студентов, для преподавателей, которые когда-то закон соподчинения почек железа будут проходить уже со схемами института. А для нормальных людей, я скажу еще проще. Привайте как можно ниже и берите почки с основания ветки. То есть, и здесь как можно ниже, и ветка как можно ниже. Берите черенок. Ну, куда уже проще. А этот я проклинал. Гениальная вещь. А на самом деле это смерть Саддам. А покупает. А некоторые же как. Ой, я красавец. Я уже превосходил секатор купил. А, да, да, да. Ладно. Я немножечко про... Поговорим про эту, про прививку. Про него я рассказывал, несколько фильмов снял. Самая... Как это... Выигрышная фотография, которая... Других не нашлось. В качестве рекламы были пришпилены к этим сайтам. Это такое дерьмо! Это самое выигрышное. И сразу надо выбрасывать и это... Я тогда понял. Подставили столько народа. Ведь в Каеве их только нет. Ну, как же... Чего напрягаться-то? Вы представляете, я же говорил, что... Раз, взял это... Это еще учиться надо. Два. Железно говорит, одним движением. Чего-чего. Чик готов. О, во! Мнет. Мнет. Так мнет, что уже не стыкуются, не стыкуются, не стыкуются две половинки. У меня же где-то был этот сон. Я же сюда принял для учебы. Кстати, вот он. Секатор. Секатор... Ой, этот самый. Привасил нож. Мой. И я снял фильм, где переводчий нож... Этот самый. Даже два фильма снял. Где переводчий нож сарабатка, самодельный. Работает не хуже хваленого немецкого ножа. Раз. Показывал нож на двусторонней заточке. Два. И где-то... Если я сходу найду эту ветку... Ветку. Ну, у меня все жизнь такая. Я все спешу и ничего не успеваю. Нет, я сейчас не найду. Там, где с одной стороны и с другой движения ножа. А вот этот делает одно движение, сминает все. и там получается, что сосуды уже не срастаются. Это только сказка, что это самое. Достаточно их вот так совместить и все будет. Нет. Обрастает из-за этого секатора прежде всего толстым слоем калуса. Запомните. Калус это то, что служит наполнителем пустого места, скажем так. Сосуды через него ни хрена не стыкуются. Раз. Дальше, значит, он не обладает, будучи толстым, бывает миллиметр два толщины на месте срастания. Ну, это все я показывал, сколько раз показывает он. он еще не морозостоек. То есть, он не заменяет именно кору. Все, ладно. Не покупайте, а кто выкупил, у вас есть враги? Прямо у друга будет, он я тебя дарю, я душа ненавидит, дарю, я тебе это самое, решил подарок сделать, пишите, какая прелесть. Дарить только врагам. Кто вас где-то обманул, подставил. Так, идем дальше. Так, еще один автор, три дня назад, Макарь в талую воду, дельный совет, делал так же, переживал 100%. Ну, значит, я не зря живу. Дальше, значит, отличие талой дождевой воды от колодежной. Вот, дело в том, что, еще раз повторю, это или он написал, и я уже не помню, вот именно вот это. Значит, вначале самое ценное талая, потом дождевая, потом речная, потом озерная, потом колодежная, а потом уже самое-самое глубокое колодство, так называемое, артезианское. Вот, значит, у кого холодно, то трудно работать на коленях, неудобно на коленях, особенно, когда по месту, прям, прям, не за столом, а по месту. Заранее делается вот так, видите, и все. Будь здоров. Вот эта фотография, она очень тоже учебная. Смотрите, внимательно. Это моя промышка. Ну, значит, это надо было для кого? Для учебы. Я привел персик, а так как здесь замазывал рано, обязательно, так, посмотрите, что получилось. Измазывал все. Вот. И все это сгнило. Вот. Ну, так получилось. Вот эту вот фотографию. Я сделал фотографию я, а привал не я. Все нормально, все прекрасно, великолепный подвой. Хвалю автора этих, но надо было ближе к этому, к самому. Еще ближе. Это мое слабое место. Я всегда говорю, ближе, ближе, ближе. Помните, как это? Как удавка. ближе, ближе. Вот я так. Так. Ну, я на этой фотографии, по-моему, закончил прошлый вебинар. Давайте, малейки пропускать буду опять. Вот. Сейчас поменьше делаем. Кое-что пропускать. Вот это я не могу пропустить. Смотрите. У меня времени мало, поэтому я кое-что пропущу. Значит, дальше здесь описано. Golden Delicious. Откуда я взял эту ветку? Чего-то не догадаться. Средным коленом привез. Вот. За что дякую своего этого самого родственника. Дуже дякую. Квинти. Вторая ветка. Вот с этого все и началось. Казалось бы, Golden Delicious в Квинти. Мировой лидер. Канада. Ну, что ему в Сибири делать? Внимание. Golden Delicious. Ну, пусть он не такой, как в этих справочниках. Ну, я же, я что, его должен был ветку эту отрезать, выкинуть? Нет, довел дополнношение. Просто. А? Довел дополнношение. Когда на меня это, начали говорить, что это, что это не Golden, я взял и обиделся, я назвал. Golden, в скобках, золотое, железовое. Пусть будет золотое железо. Меня устраивает. А вот и мое Квинти, которое я привез с Украины. Посмотрите, ребенка, ребенка. Посмотрите, крупный план. Вот это вот. я вам показывал в начале это самое, в начале кино, в начале этой передачи. Несколько фотографий, как я его, ему уже пять лет сегодня исполнилось. Вот. И много таких квинти по стране. Так просто. По двое, по двое, по двое. Я сейчас открываю один из величайших секретов. Это величайших секретов. Успех с яблонями зависит от того, что я не сибирки из тайги, на которые приучал к роскошным яблокам. Нет. Я в виде веток эти яблоки приучал к сибиркам. Понимаете? К сибиркам. И тогда в этом есть успех. Вот это вот. Поменяйте местами. А то вот по двое не годятся. Вот по двое не годятся. в сибирке забракованы официальной наукой. Уссурийские груши забракованы официальной наукой. Я специально интересовался. На чего угодно привая, только не на них. То есть манджурский абрикос в копках сибирский тоже забракован. Так. Вот. Ну про сливы ничего сказать не могу. Но когда делают межвидовые прививки, значит и со сливами тоже не все благополучно. Пропускаю. Это все та же серия. Или это у меня в саду. Или вы прекращаете отрезать вески нижние скелетные, приезжать крону, или у вас даже этого не будет. Даже этого. А потом дерево раскрывается, не надо его специально осветлять, калече при этом. Оно само раскроется. У меня даже сильно раскрылось. Видите? Уж так раскрылось. У этой груши рухнули все четыре ветки. Все четыре. Одна, которая поменьше осталась и тут же обросла снова вертикальными волшками. Ни один не отрезал. Ни один. И сейчас все по-новому. Сейчас она выглядит точно такой же. Че их мучает? Ну, колновидные яблони пока пропускают эту тему. Вот. Гиганты от Москвы пропускают. тут само как само все. Да, я рассказывал не раз. Больнейшая тема избыточный полив с неба это бедствие для деревьев, бедствие для червей. Вы поняли еще почему нельзя приезжать в крону? Это дом для червей, для муравьев, ценнейших муравьев, для тех же бактерий, для грибов. Грибов две крайности. Засуха страдает и переизбыток тоже страдает. Целая крона основа основ когда-нибудь кто-нибудь уже кто не только понимает это как Железов понимает или как Савинич понимает. Чтобы кто-то еще десятки моих учеников сотни ну чтобы там у кого погоны такие чтобы если брать по-военному то генерал генерал от садоводства генерал там от этого самого вот чтобы такого уровня взял и сказал на всю страну хватит не калечьте крону крона это дом это дом это крыша дома искалечив ни морозостойкости ничего кроме головной боли как не понимает до сих пор мне этого не понимает вот доктор наук это же свежее это это же у меня неделю две назад это самое брат прислал ролик он сейчас действует он сейчас нужно взять и нижняя половина метра взять и выщипать все почки да что ж ты получишь то ну где этот генерал от садоводства хоть бы один а нам нужен маршал я же не доживу когда это самое Елена Александровна которая меня понимает станет этим такой что ее не выгонят а наоборот скажут вот видите Железову не удалось а я вам показываю там сотни фотографий этого не может быть но это все растет в Сибири и у меня и у него и везде и в Красноярске и в Сианогурске вот и в Шушенском районе и теперь мы хотим чтобы вообще ну пожалуйста давайте отменим несколько этих самых общепринятых давайте перестанем просветать в хрону и дерево не будет болеть и дерево будет распределять дождевые потоки само оно знает как это делать у него миллиардный летний опыт а вы со своими секаторами вы сопряки рядом с Богом какие бы не носили погоны а это значит что за фотография ну сделал я когда 6 дней назад вот уже снега нет вот уже все лежат гнилые яблоки да мы их собрать не могли их сильно много было ну и лежат себе что вы оставить так гнивать яблоки это ужас это смерть дерево оказывается а я хожу вокруг дерева никакой смерти нет никаких завредных этих нет опрыскивать не надо сгребать все это увозить куда-то увозить это все это ненависть к этой колесе опавшей и к этим самым неназрелым перезрелым что вы там же плодожорка она сожрет все что вы и вот так все подают по таким соусом а тут праздник в саду так пропускаю пропускаю ну в принципе два слова только раздобыл сорт только второй раздобыл только третий раздобыл четвертый раздобыл натыкал на второй год я уже знаю а как вы думаете что квинти вам уже не нужен а мне все год понадобился на испытание год и четыре месяца вот он и квинти а а то железо проходим обидно человеку который 30 лет сорт создавал а потом это еще 20 лет наблюдал как все это гибло в Сибири хороший селекционер это еще не это он может ничего не понимать в физиологии в самой посадке и в книге взять и напечатать опять эти же подлые обрезки всю жизнь создавать и калечить создавать и калечить я таких знаю уже много а железо проходили вот на этом закончим осталось пять минут объявление только тут написано для гостей сайта и каналов железа черенки 100 рублей косточки абрикосов сливишин черешин 15 рублей то есть супер абрикосы заполстые черешни заполстые слива вишни почти заполстые и кодовое слово гост не будет слово гост за полную стоимость вам посчитаем вот это друзья имейте ввиду заканчивается все вот сейчас вот сейчас моя помощница копается в этих самых ведро второй третий ведро подписаны Королевский, Бай, Серафим, Манджурец. Вот сколько уже там встречается этих живых, то есть проснувшихся. Говорят, что ты их выбрасываешь? Нет, я не обращаю внимания. То есть с каждым днём их всё больше, а не проснувшихся всё меньше. Вот сейчас, последние денёчки, когда можно вырастить сайт за одно это, за один год. А где мы будем в следующем году? Я не знаю. Вот, и самое главное, я сказал, это мы будем проходить. Мы будем это проходить. Да. Доцентом, аспирантом. Как будто сразу интерес пропадает. Сразу. А когда поступали в институт, зачем поступали на это? На сельхозвузы. Всё, закончили. Мы сейчас с вами перебираем всё в другое место. Вот здесь уже может быть диалог. Пожалуйста, пишите, что хотите. Всё, закончили. Мы сейчас с вами перебираем всё в другое место. Так, ну, будем надеяться, что нас совсем мало стало. Ну, да и скажем, годом всё меньше становится. Может, пора завязывать? Может быть. Не знаю, посмотрим. Ну, я думал, что хотя бы человек 340 будет. Вот. Да и время весеннее. Все сейчас на дачах. Будем надеяться, что будут просмотры в этом записи. Так, я прошёл на кухню на 5 минут. Хорошо. И продолжим. Так, а письма-то есть? Ну, и писем почти нет. Ну, вот. Я на кухню. 5 минут. Поехали. 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 Поехали.